А перед просмотром данного видео хочу рассказать об одном IT-сервисе, о котором я узнал совсем недавно, а точнее его франшизе, сервис CallbackU. И его преимущество заключается в развитии продукта не только в России, а по всему миру. Плюс это SaaS-модель, где скорость роста новых клиентов не зависит от штата ваших сотрудников. Для старта данного бизнеса понадобится всего один компьютер и минимальные вложения всего 60 тысяч рублей. Переходите, узнавайте подробнее, ссылка есть в описании под этим видео. Привет, дорогой друг, с тобой Павел Багрянцев. И в этом видео я не хочу ничего доносить энергично, я не хочу вставлять сюда музыку, делать какую-то нарезку, хотя может быть придется, если что-то скажу не то и потом решу вырезать. Просто настроение такое. И тем самым я хочу показать то, что ты можешь быть разным. Несмотря на то, что люди от тебя хотят чего-то конкретного, люди от тебя, конкретно от тебя сейчас, ты, молодой парень, смотришь меня или вы мужик, часто загонял себя в угол тем, что у тебя внутренний кризис, тебе нужна победа, тебе нужна победа над собой, ты себя, может быть, уничижаешь, если у тебя что-то не получается. От тебя ожидают что-то родные, близкие, друзья, подписчики, всем что-то нужно. Люди хотят тебя видеть таким, каким им удобно, чтобы ты был. Но ты иногда можешь быть неудобным, ты иногда можешь быть некомфортным и непривычным. И это и называется быть собой и не подстраиваться ни под какие шаблоны. Ровно так же, как и это видео на моем канале, оно будет из ряда вон выходящее, оно будет просто другое. И в этом видео я хочу поговорить о победе над собой. Что значит победить себя, вообще порассуждать на эту тему. Начну с того, что я видел много успешных людей. Кто-то так же меня считает успешным. Но критерий успеха у всех разный. И, допустим, для молодого человека будет успешным человек постарше, который как-то состоялся. Для человека постарше, который как-то состоялся, будет пример успеха человек, который сделал какой-то бизнес. Ну и так далее. Это такая ступенчатая вещь. То есть у каждого своя мера. То есть если ты еще не дорос до какого-то уровня, то для тебя будет авторитетом человек, который достиг просто чего-то большего, чем есть у тебя сейчас. И тебя это мотивирует. Ты за этим следишь, ты за этим наблюдаешь. Я не готовил ничего. Я даже не знаю, что я хочу сказать в этом видео. Я просто хочу с тобой поговорить, как с человеком, о том, что бывает с каждым из нас. Ну так вот, я продолжу. Ты хочешь чего-то достичь, у тебя не получается. Ты срываешься. Ты начинаешь что-то делать, ты мотивируешься. Ты, не знаю, создал группу, где написал, что я там заработаю столько-то денег. Ты начал изучать ниши, но потом ушел в учебу, в дела. И ты это не довел до конца. Ты сидишь, играешь в доту. Вот мне подписчик написал, Павел, блин, да какой мне бизнес? Сижу в доту и играю, мне лень поднять свою задницу. Человеку сложно победить себя. Почему? Откуда это берется? Мне кажется, во-первых, нельзя себя критиковать. Критиковать себя, это значит не признавать все то, что тебе дала жизнь. Бог, родители, природа. Кто как хочет, так и думает. Это значит, что считать, что все это было сделано неправильно. Что эти правила, по которым ты появился на свет, они неправильные. Эти правила, по которым сформировался твой характер, они неправильные. Потому что, ну, я не такой. У меня нет силы воли. Я ленивая задница. Я ничего не знаю, я ничего не могу сделать. Я боюсь. Я не могу преодолеть себя в общении с девушками и так далее. У меня к тебе сейчас вопрос. А ты уверен, что все было неправильно? Или те люди, которые так или иначе чего-то достигли, они этот этап прошли. Они смогли перескочить этот рубеж и пойти дальше. А если бы этого рубежа не было, было ли бы тогда вообще понятие успех? Вот представь, что не было бы вот этого рубежа сложного, когда сложно поднять задницу. Как многие выражаются. Был бы тогда успех? Были бы тогда достижения? Были... Можно было бы людей тогда называть целеустремленными? Мне кажется, нет. Потому что везде бы была взлетная полоса. Тогда вообще те привычки, те установки, те примеры для подражания, которые мы видим, они тогда вообще теряют весь свой смысл. Но ведь тогда и жизнь становится неинтересной. Я надеюсь, ты сейчас понимаешь, о чем я говорю. Я очень надеюсь и очень верю, что ты поймешь, о чем я хочу сказать. Ну так вот, давай возьмем другую ситуацию. Если тебе слишком сложно чего-то достичь или победить себя, а ты уверен, что ты идешь своим путем, ты уверен, что это твои желания. У меня, знаете, было много раз такое, что я хотел того, что мне не нужно, но это было модно. Я не буду скрывать, моя активная деятельность на ютюбе, она тоже отражается на мне. И кто-то видел различные эксперименты с различными шоу. Когда я делал то, что мне делать, но не положено. Это не мое, у меня это не получается, это не я. Это не мой проект, это не мой продукт. Я просто пытаюсь сделать какой-то симбиоз, да, для того, чтобы людям было интересно. И да, у кого-то получается, у кого-то это популярно, у меня это не получилось. И вот у меня было два варианта. Это либо идти напролом, либо вести свой проект в том виде, в котором я хочу. Это касается не только канала, это касается и моих бизнесов, и моих проектов. Потому что все мои бизнесы, они практически создавались, но либо они из ряда вон выходящие, потому что они, может быть, не самые модные с точки зрения рынка, покупательской способности, не самые высокомаржинальные. Либо таких бизнесов еще мало, например, как вегетарианское кафе. У нас в Питере их вообще мало, а я не говорю уж про регионы, где их вообще, наверное, еще нет. Или канал с моей тематикой, да, который вот в таком формате является одним из самых крупных. Хотя у меня мизер просмотров, у меня мизер подписчиков. Но в таком формате покажите мне какой-то другой аналогичный канал на русскоязычном рынке. И понимаете, везде для меня рубежи, которые даже я считаю, что я еще не преодолел. То есть для меня есть люди, авторитеты, которые это где-то преодолели, они уже успешны, они для меня авторитеты. И я по сравнению с ними могу о себе сказать, что я ленивая задница. Но я не говорю так про себя, я не занимаюсь этим самоуничижением. Я анализирую, почему мне не победить себя, можно ли это сделать или нет. И вот когда я понимаю, как можно себя победить, скорее всего понимаю, что в этой ситуации нужно себя побеждать. Если я не понимаю, как себя победить, я, наверное, вообще занимаюсь чем-то другим. Я, наверное, занимаюсь не тем, чем я должен заниматься, если я не могу составить себе план действий. Для любого действия нужен импульс, рывок, мотивация. Ее создать несложно. Но если ты не знаешь даже, как этот импульс в себе зажечь, как это сделать, то как вообще тогда ты можешь чего-то в этом достигнуть? Задумайся над этим, пожалуйста. Сила воли – это такая мифическая вещь на самом деле. Вы скажете, что у вас нет силы воли. А я, посмотрев на многих из вас или узнав о ваших навыках, могу сказать, что то, что сделали вы или то, что умеете делать вы, у меня никогда не хватит силы воли. У меня никогда не хватит силы воли освоить фотошоп. У меня никогда не хватит силы воли освоить еще какие-то науки, искусство. То, в чем вы профессионал. У меня никогда не хватит силы воли пройти, как называется, Майнкрафт, да, где эти человечки с квадратными очками. Я не играю в компьютерные игры, но мне не хватит даже силы воли это освоить. А для кого-то это паханочь. Ну ты что, я тебя научу. Это как то же самое, как мы своим бабушкам дадим гаджет, да, какие-то бабушки спокойно пользуются, а каким-то не освоить, не дано. Но, а надо ли им это осваивать? Непонятно. С одной стороны, бабушка может сказать, я ленивая, я не могу преодолеть себя, я не могу в этом разобраться в современных технологиях. А вопрос, а надо ли? Либо за нее это могут решить другие люди. Победа над собой, это вообще такая очень мистическая вещь. Это такая фраза, мы на себя ее примерили и сразу сказали, нет, я победить себя не могу. С чего вы взяли? С чего вы взяли, что не можете? Вы уже столько всего умеете, вы уже столько всего наработали, у вас есть такой опыт, он просто другой. Да, у вас одни и те же вопросы у всех, как заработать денег, как сделать бизнес. Но это же такая маленькая часть нашей жизни, такая малюсенькая. То есть, знаете, сколько миллионов людей задаются вопросами, как сделать то, в чем вы уже успешны, или то, что вам дано, то, что у вас получается, вот так. Знаете, сколько миллионов людей? Вот умеете вы в фотошопе работать? Наберите в Яндексе. Как освоить фотошопы? Посмотрите, сколько запросов. Нет. Нет. Преодоление себя, я считаю, нужно вообще понизить важность этого понятия. И я вообще считаю, что не нужно к себе относиться настолько строго и жестко. И поймите меня правильно, я не говорю, что себя хвалить, себя надо заставлять, себя надо за шкирку вытаскивать, еще что-то. Но делать это там, где нужно вам делать, а не где модно, престижно или круто. Вот и все. Наверное, все, что я хотел сказать в этих рассуждениях. Друзья, если понравились рассуждения, ставьте лайк, пишите ваши комменты. Если вам понравился такой формат видео, мне это записывать намного чаще, потому что меньше ремонтировать. И всем до новых встреч. С вами был Павел Багрянцев. Всем пока.